Какие были показатели у Минато и Итачи в определенных моментах? Давайте это и узнаем сегодня. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Наруто и Саски мы таким образом уже сравнили. Обязательно гляньте этот видос, если еще не видели. Это вам будет полезно и для лучшего понятия этого видоса, так как я ставил цифры, опираясь на те, что были в том ролике. И перед началом у меня для вас очень интересное предложение. Хотите себе примерно такой же арт, как у меня? То есть вас нарисуют стили аниме? Тогда участвуйте в нашем конкурсе. Вам всего-то и надо подписаться на эту группу и их инстаграм, а также лайкнуть обе эти записи и написать в комментариях «Хочу портрет под постом в АК». 17 февраля Драватар выберут победителя среди участников. Желаю вам удачи, все ссылки будут в описании. Ну а мы приступаем. Наиприятнейшего вам просмотра. Так, ребята, чуток объясню насчет цифр, а точнее каким-то образом я их даю. Нет, я не беру их из воздуха. В первом таком видео я примерно отталкивался от изначальной цифры и увеличивал пропорционально увеличению силы. То есть, если сила удвоилась, то и цифры удвоятся. Если сила стала в 10 раз больше, то и цифры также станут в 10 раз больше. Надеюсь, логику вы уловили. И тут будет такая же схема, только на этот раз я и от цифр из первого ролика буду отталкиваться. Ну что ж, начнем. Во-первых, поговорим о времени, когда оба были в Академии. Какой уровень у наших гениев был уже тогда? Поэтому сначала напомню вам, что Саски, тоже будучи гением, набрал у нас 2400 очков в этом пункте, то есть, когда был в Академии. Но ситуация с нашими нынешними героями не так проста. Они оба на голову превосходят Саски в этом возрасте. Насчет Итачи это и так понятно, так как с самого начала нам и показывали, что Саски причемляли из-за того, что он не такой, как Итачи. Ну, не то, чтобы его унижали или в лицо прям специально тыкали, но по факту отмечали это. Я бы Итачи в этом возрасте дал около 3000 очков, так как Саски тоже не слабак был, и 2400 тоже высокий показатель. Но Итачи был сильнее и умнее, а также был одарен куда большим талантом, учитывая еще и его мудрость взрослого Хакаги в таком детском возрасте. Опять же, со слов Хирузена. А что насчет Минато? Я могу сказать про него только одно. Нам сказали, что он был лучшим выпускником Академии за все время существования Конохи, и никто до сих пор не побил его в этом. Из-за этого я смело даю ему 3400 очков, и он в этом возрасте превосходит нашего Итачи на 400 единиц. Думаю, оба продемонстрировали отличный показатель, как для детей. Переходим к следующим версиям, а именно... Генины, Минато и Итачи. На данном этапе у наших Наруто и Саски было 6500 и 6000 соответственно. Ну, если брать их на момент экзамена на Чунина. А то тот же Наруто вплоть до титула Хакаги был генином. Однако, в этом пункте наши гении чуток уступают Наруто и Саски в силу возраста. Итачи был генином в 9 лет. Насчет Минато точно не уверен, но он так же, как и Итачи, быстро получил звание Чунина, а потом и Джонина. И ему где-то было 10 лет в этот момент. И разница в 4 года между Наруто с Саски и Минато с Итачи окажет существенное влияние в бою. Ибо наши главные герои тоже не лыком шитые и довольно сильные ребята. Да и вообще, Итачи и Минато слишком быстро аппали эти ранги. Так что посмотрим, на что они способны были из известного. Итачи, судя по новелле, которую потом назвали каноничной, соло одолел очень сильного капитана Анбу. Ну а Минато в одиночку справился с тремя сильными Джонинами из деревни Облака. И если подумать логически, на такую важную операцию, как похитить джинчурики девятихвостого листа, не отправили бы слабых ребят. И учитывая то, что Минато целых троих одолел, я всё-таки считаю, что и тут он был чуток сильнее. Но Итачи уже поближе стал с ним сильнее. У Чихо Итачи 4200 единиц, а Минато 4500. И как вы видите, разница теперь только на 300 очков. Но вы не думаете, что они постоянно будут так равняться. Едем дальше. Следующий этап. Это Итачи Ванбу и Минато Джонин. Но тут одна незадача. Наш Учихо Ванбу был только до 13-14 лет максимум. Поэтому он не успел так сильно апнуться, как тот же Минато. Но у него уже есть Мангекю Шаринган, и он уже успел в одиночку вылезать весь свой клан. И учитывая возраст 13 лет, я полагаю, он апнулся больше, чем в два раза. И уже достигает уровня в 10 тысяч очков. А это я вам напомню выше уровня Наруто и Саски в Долине Завершения. Где, кстати, обоим было тоже по 13 лет. Но с наличием Мангекю Шарингана он смог бы одолеть их по одиночке. Также не забываем, что он и Оруча унизил в этом возрасте. Да, только из-за Гензюцу. Но факт остается фактом. А что же касается Минато. Он стал Джонином и был с этим рангом аж до плюс-минус 20 лет. То есть разница как минимум 7 лет, и в это время Минато уже стал очень известным во всем мире Шиноби. Его имени боялись все деревни. При встрече с ним своих Шиноби учили убегать как можно быстрее. Если они, конечно, успеют. И он получил прозвище Желтая Молния Канохи. И с учетом всего этого, за 10 лет он апнулся почти в 5 раз. И достигает уровня в 22 тысячу единиц. Это и учитывая его невероятно имбовую технику летящего бога Грома и Росенган. Также он владеет режимом Отшельника. Это, кстати, выше, чем у Наруто при битве с Пэйном и Саски при битве с Данзо. То есть он превосходил их уже тогда. Не сильно, но превосходил. Едем дальше. А теперь этапы, когда Минато стал Хакаги. А Итачи был членом Акацки. А берем мы их в версиях перед смертью. А то есть максимальной силе при жизни. А это 21 год Итачи и 24 года Минато. Начнем с Учихо. Он уже стал взрослее и полностью овладел своим Мангеккио Шарлинганом. Стал опытнее и сильнее физухи. Что отражается и на повысившейся скорости во всем. Он точно на голову выше того же Саски, сражавшегося с Данзо. У которого было 20 тысяч 100 очков. Если отталкиваться от этих цифр. Итачи достигает 22 тысяч единиц. И примерно сравнивается с Джоннином Минато. Но он уже став Хакаги стал еще сильнее за эти 4 года. И развился до 26 тысяч. Став быстрее, сильнее и опытнее. Смог одновременно одолеть обито с его имбой Камуи и Кураму. Ибо в отличии от Итачи он не может его просто подчинить взглядом Мангеккио. То есть, чтобы вы понимали, с таким уровнем силы, эти оба на пике при жизни уступали тем же Наруто с полным Курамомодом и Саски с вечным Мангеккио Шарлинганом. Переходим дальше. А теперь к версиям Эда Тансеи. Когда они оба были возрождены на войне Шиноби. Итачи апнулся уже тем, что избавился от отката Мангеккио Шарлингана и зрение уже нормализовалось. А также он может длительное время использовать Сусана теперь. И плюс бесконечный запас чакр, который постоянно пополняется. А также держал паритет с Наруто в Курамо Чакрамоде. Всё это даёт ему прирост до 26 тысяч. И он приравнивается к Минато перед смертью. Но вот что нам скажет возрождённый четвёртый Хакаги. А он-то сильнее апнулся и получил Курамомод. Который, как и в случае с Наруто, апает пользователя на 10 тысяч единиц. Что поднимает Минато до 36 тысяч. Что, к слову, выше, чем у того же Наруто с Курамомодом. Представьте себе, и так невероятно быстрый Минато получил ещё один ап скорости и в силе. Что сделало его очень сильным. В таком состоянии он держит плюс-минус паритет даже с Хашарамой. Лично по моему мнению. Просто на войне его использовали как тот же лифт. То есть средство передвижения, дабы спасти жизни многих людей. И не дали нормально побиться. Ну а то, что он слился Мадари, который уже был джинчурики десятихвостого. Это ясное дело. В итоге, оба на пике имели такие показатели. Итачи 26 тысяч, а Минато 36 тысяч. И победителем тут вышел четвёртый Хакаги. Кого мне следующим сравнить, пишите в комментариях. А также делитесь своим мнением о ролике. Если вам нравится данная рубрика, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Постараюсь и дальше вас радовать подобными роликами. Ну а с вами, как всегда, было Низора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok